Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якотск. Сегодня» за режиссёрским пультом Николай Слепцов и Михаил Эверстов, в микрофон и редактор Сергея Антонова. На этой неделе на базе учебно-лабораторного корпуса Малой Академии Наук в селе Чапаево стартовал летний образовательный проектный лагерь «Skills Camp 2023 Animation». Организатором мероприятия выступает «Парк будущих поколений», а экспертами — команда «Бизнес-школы для подростков-детей MBA» город Москва. Проект входит в программу во имя будущего целевого фонда будущих поколений Якутии, который реализуется за счёт средств «Алроса». Итак, что ожидает наших детей во время этой смены и в чём особенность обучения? Чтобы получить ответы на эти вопросы, мы пригласили в студию прямого эфира директора «Парка будущих поколений» Вадима Гаврилевича Яковлева. Добрый день! И коммерческого директора «Бизнес-школы для подростков-детей MBA» город Москва Жорка Моевича Меджелумяна. Здравствуйте! Добрый день! Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК «Саха» и на волнах «Татим Сахарадио». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Ну что же, проект «Парк будущих поколений» реализуется целевым фондом будущих поколений Якутии. Вадим, расскажите, пожалуйста, о парке и о его деятельности. Что он собой представляет на сегодня? Еще раз добрый день! Вообще, в Якутии сейчас проводится очень большая работа над развитием так называемой креативной экономики. Это значит переход от сырьевой экономики к несырьевой. То есть несырьевая экономика относится к сектору экономики, как анимация, кинопроизводство, маркетинг, реклама и другое. И в рамках развития вот этой концепции создано движение, которое называется «Парк будущих поколений». Сейчас идет строительство «Парка будущих поколений». Там рядом перед Мусу Старь есть такой сквер, раньше был такой пустой участок. И там в 1925 году должно построиться здание. Причем не просто здание, а такое красивое с архитектурной точки зрения двухэтажное здание с очень такой разнообразным парком, наружным парком. И помимо того, что это будут дети, потому что там горожане могут проводить свободное время, это должно стать детским образовательным центром в направлении креативной индустрии. И вот «Парк будущих поколений» организация наша должна стать эксплуатантом этого здания и оператором детского образования в этой сфере. Но ваша образовательная часть уже работает, я так понимаю. Да, мы уже сейчас начали свою деятельность, точнее даже два года назад, чтобы в 1925 году войти в наше здание уже полностью готовым, с образовательными программами, с резидентами и целевой аудиторией. Я знаю, что вот ваш проект как раз-таки входит в программу «Во имя будущего», да? Да, в целевом фонде «Будущего поколения» реализуется очень много социальных проектов. Помимо нас еще есть направления проекта, это лаборатория детства, поддержка одеренных детей, оригинальный центр выявления поддержки одеренных детей, также поддержка различных спортивных, шахматы, шашки и других мероприятий. Мы часто слышим, чем раньше ребенок освоит азы финансовой грамотности, то тем проще ему будет в будущем обращаться с деньгами, а также благополучнее сложится его дальнейшая жизнь. Жора, вы согласны с этим утверждением? И почему детское бизнес-образование становится таким популярным в 21 веке? Ну, я бы и согласился, и нет. Наверное, выделил бы не только финансовую грамотность, потому что это один из навыков, который необходимо развивать у ребятов в юном возрасте, особенно в современном мире, когда у нас большой поток информации, большие предложения, большие какие-то идеи, чтобы ребята понимали, что это такое, как с этим работать. И в целом, предпринимательство, да, сегодня становится все актуальнее и актуальнее, потому что по той же причине очень много популярных предпринимателей, которые становятся для молодых представителей медийными личностями, кумирами. Они берут с них примеры. Ну и в целом, наверное, профессии меняются, года идут, но, собственно, предпринимательство – такое направление, где креатив и предпринимательство – это все-таки человеческий мозг генерирует, да, и очень долго еще, мне кажется, технологии не заменят именно креативную составляющую, а предприниматель – человек, как минимум, точно креативный, потому что его задача – создать то, чего, возможно, еще нет. Вот, собственно, ну и предприниматели двигают мир вперед, а молодым людям это нравится, и они все больше и больше привлекаются в бизнес. Жора, расскажите нам немножко, пожалуйста, об историю возникновения школы МБИ, почему и как вообще возникла идея ее создать? Ой, тут, наверное, часто можно долго рассказывать, потому что это такая любовь отдельная, потому что очень любим дело, которым занимаемся. Вообще мы начали свою деятельность уже более пяти лет назад. Начиналось все это с маленькой группы, где была инициатива просто собрать ребят, которые познакомятся с миром бизнеса и, собственно, попробуют запустить свои собственные стартапы. Лично в моем случае, наверное, это даже такая личная боль подростка, потому что я мечтал, например, заниматься подростковым возрастом бизнесом, и не так много было информации, где можно было познакомиться, и самое главное – поошибаться, самое главное – получить какие-то практические навыки, знания, чтобы это можно было применять. Ну и в целом как раз-таки наша первая группа пять лет назад очень круто запустилась, и ребята внутри показали хорошие результаты, и мы подумали, что эту историю надо развивать в обязательном порядке. На сегодняшний день уже мы не только предпринимательством занимаемся, у нас уже есть профориентационные направления, где ребята знакомятся с профессиями из мира бизнеса. Да, не все мечтают быть бизнесменами, но кто-то, возможно, хочет быть крутым руководителем. Это тоже путь, про который стоит и нужно рассказывать молодежи, подросткам, потому что существует много стереотипов. Много стереотипов, которые поздно приходят в голову, что так это работает или нет. Вот, собственно, и программы, например, где ребята могут уже сегодня, например, попробовать себя в той или иной профессии и начать зарабатывать свои первые деньги в подростковом возрасте. Хорошо. А какие навыки у детей помогают развивать предпринимательство? И правда ли, что успех в работе сегодня в основном определяет soft skills, а не hard? Ну, в современном мире, наверное, да. Уже процентов 60-70 зависит от так называемых soft skills, потому что мы больше работаем с людьми на публику. Это креативное мышление, это публичное выступление, это коммуникация, в конце концов. То есть это взаимодействие с людьми. И если раньше мы работали на заводе по 10 лет и были отличным работником на заводе, то на сегодняшний день работодатели часто смотрят на ошибки ребят, на то, как они взаимодействуют в командах. Сейчас компании акцентируют внимание на внутренней атмосфере. То есть мы обратили внимание, что чем комфортнее человеку, тем качественнее и продуктивнее он работает. Но и тут, собственно, все зависит от soft skills, чтобы всем было уютно, комфортно. И идеи могут быть разные. Даже бывали на практике истории, где ребята получали инвестиции разные, будучи взрослые, например, предприниматели. Но лишь только soft skills помогали им, например, удержаться на плаву, найти партнеров, найти стратегию развития, скреативить новые идеи. То есть на сегодняшний день работодатели прям активно смотрят, насколько человек способен работать в обществе, работать в коллективе. А hard skills всегда можно развить. На велосипеде мы тоже не сразу научились кататься. Но практика, 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 программирование и все это можно наработать. Главное, чтобы было желание, большое желание. Каковы результаты работы за прошедшее время? Мы можем привести какие-то цифры? Сколько человек у вас обучилось? Какое количество стартапов за это время было создано? Я знаю, что ваша школа уже шестой год работает. Да, пошел шестой год. Ну, наверное, большими цифрами я бы назвал, что за шесть лет у нас уже более семи тысяч выпускников из двадцати стран мира. Здорово. Начиналось, как я уже сказал, это с маленькой группы в маленькой аудитории. Сегодня мы существуем и в онлайн-формате, и в очном формате. Мы работаем по всей России. То есть есть региональные проекты, в рамках которых, собственно, как и один из проектов, что мы приехали сюда, тоже считается проектом, где мы как раз-таки по России помогаем ребятам прокачиваться. Не буду, наверное, долго очень много примеров приводить, их очень много. Из самых актуальных вот с Вадимом поделился у меня маленькая радость. Одни из наших выпускниц позу-позавчера, например, 12-летние девочки, две мои выпускницы, получили 250 тысяч рублей инвестиций на производство собственного бренда одежды. Собственно, тут история такая, что запущено у нас уже более, чтобы вам не соврать, 65 проектов, но это, наверное, за все года. Ребята чаще всего генерируют какие-то и запускают проекты, я бы сказал, не мирового масштаба, где ракеты нужно запускать. А чаще всего подростки, они решают свои проблемы, свои боли, свои потребности закрывают. Очень часто в 95% случаев подростки придумывают бизнес для таких же, как они, ребят. То есть для своих сверстников это может быть и фэшн, то и одежда, которая им нравится, чтобы такие же ребята, как они носили такую же одежду. Развлечение очень популярно. У нас очень популярный кейс. Пять лет назад учился ученик, который запустил квизы, я не знаю, знаете ли, викторины такие, которые проходят в барах для взрослых. И он подумал, а почему взрослых пускают, а подростков нет? Я создам то же самое для подростков, и ни один взрослый туда не зайдет. Это будет специально для подростков. И действительно эта история стрельнула. Он организовывал в школах, потом на площадках специально викторины, за которые, собственно, получал деньги. Ребята уже в своем возрасте, начиная с 12 до 17 лет, пытаются заработать свои первые деньги через бизнес. Ну вот у вас возрастной ценз от 12 до 17 лет. Кто, например, разрабатывает проекты чаще, 12-летние, или все-таки те, которым почти 17 лет? Крутой вопрос. Спасибо большое за него, потому что хочется акцентировать, что тут нет отдельной категории возраста, которую хочется выделить. Мы же понимаем, что современный мир зависит не только от одного человека, а от командной работы. И практика показала, что ребята, кто помладше, у них безумные идеи. У них просто поток идей. Креатив идет просто безостановочно. А ребята постарше, уже немножко познав практику этой жизни, понимают, как эти идеи можно попытаться запустить. И поэтому мы вообще на всех программах, во всех лагерях, во всех проектах у нас идет такое перемешивание возрастной категории, чтобы и ребята помладше, и ребята постарше объединялись в единое целое. И получается идеальная структура и система, где есть и идея, как мы называем, есть и автор, и продюсер. То есть и команда, мы не выделяем одного ребенка. У нас проекты все запускали не ребята, у нас проекты запускали команды. Команды, состоящие из ребят 13-17 лет, 14-12, 14-15. То есть тут вот, я бы сказал так, ребята помладше безумные на идее, ребята постарше приземляют, и вместе они направляют и запускают все это. Ну и, конечно же, главный результат это воплощенный проект, да? Конечно, конечно. Я слышала, что у вас есть не только запущенные бизнесы, но даже и инвестиции. Вот мне интересно было бы узнать, кто инвестирует в эти проекты. О, классно. Инвестирует в основном это наши партнеры, либо какие-то медийные предприниматели. У нас здесь такая практика, что очень большая цель такая, дать ребятам актуальные знания, которые им будут полезны уже сейчас. Поэтому все наши курсы, все наши программы направлены на то, чтобы ребята прокачивались уже сейчас и по-взрослому. Мы, я скажу так, не играем в детские игры. Мы идем в мир взрослого успеха. Поэтому у нас организуются демо-дни, в рамках которых ребята, как взрослые предприниматели, как взрослые участники программ, презентуют свои идеи действительно реальным инвесторам. Часто бывают их первые инвестиции, это их родители. Но в последнее время, последние три года уже мы обросли, скажем так, друзьями проекта. И к нам приходят на демо-дни представители крупных компаний, приходят молодые предприниматели, которые достигли результата и уже имеют хорошее финансовое положение. И именно они, собственно, инвестируют в подростков. И я бы сказал, что эти инвестиции не только финансовые. То есть у нас за прошлый год, да, у нас более 2,5 миллионов рублей за прошедший год в сумме инвестировалось в ребят. Но практика показывает, что финансовая инвестиция – это классно, но взрослые предприниматели видят немного себя. Они поздно начали. Кто-то из взрослых начал в 25 заниматься бизнесом, кто-то в 27, кто-то в 22. Кто-то и в 40. Кто-то и в 40, действительно. И они искренне радуются, что молодое поколение интересуется этим. И они понимают, что для них это, возможно, будет интересный путь. И, собственно, помимо финансов они еще дают свое наставничество, свое менторство. Мы в рамках наших проектов сопровождаем ребят, но когда курс заканчивается, дальше они попадают под крыло наших инвесторов. И они уже помогают не только финансово, но и помогают общаться с партнерами, писать деловые письма, ввести переговоры. Один инвестор даже прям защищал свою подопечную, чтобы ни в коем случае производство, все было четко, сам вмешивался, но при этом помогал ей самой принимать решения. А тут инвестиции бывают разные, и финансовые, и не финансовые. Но вы, наверное, отслеживаете за судьбой своих выпускников? Конечно, конечно. И связь поддерживаете? Естественно. Мы отправляем их на разные проекты. То есть, собственно, девочки, которые получили инвестиции в 250 тысяч рубля, о которых я сказал, это история про то, что они отучились, они придумали проект, идею. И появилась инициатива, в рамках которой можно отправить было девочек попробовать попрактиковаться далее. Вот мы им предложили, да даже не предложили, я бы сказал, мы настаиваем на таких историях, чтобы они... У меня есть такая маленькая миссия, я хочу, чтобы они всегда чуть-чуть ошибались. Пробовали ошибаться. Не боялись ошибаться. Все время отправляю в юном возрасте, ведь, давайте признаемся, в детстве ошибки чуть менее страшно переживать. Чем больше у нас шишек будет в детстве, тем крепче мы будем уже в зрелом возрасте. Вот, поэтому отправляем такие инициативы. Однажды даже был проект, который мы также отправили три года назад, и девочки заняли третье место среди эко-проектов «Казахстан, Россия и Белоруссия». Вот такая даже классная история есть. И крутым, наверное, нашей гордостью являются показатели. Мы вообще любим следить за результатами ребят, потому что для нас это самая главная ценность. Их результат — наша работа. Ну, то есть, значит, мы круто смогли создать то, чтобы они могли развиваться вперед. Не знаю, есть стендап-комики популярные, например, Слава Комиссаренко. Есть такой представитель из стендап-мира. Вот у нас ребята, собственно, один из учеников, сейчас его продюсер. А-а, здорово. Да, да, то есть он отучился, смог... И нашел для себя свою нишу. Да, да, да. Это, кстати, тот же молодой человек, который запустил викторины, вот он на бизнесе заработал, получил эти навыки, и такой, о, теперь он менеджерит, скажем так, медийную личность. Вадиму следующий вопрос я хотела бы задать. Сколько вы уже работаете с бизнес-школой? Какие проекты уже были сделаны? И, кстати, в прошлом году я знаю, что лагерь, Skills Camp ведь работал уже. Да, начну с того, что с DTMB мы работаем уже третий год. Это уже наш четвертый большой проект. Вообще наша цель вырастить поколение, которое может достичь успеха на глобальном рынке. Что это означает? То есть Арсен Томский, допустим, есть в IT направлении. Мы хотим таких же людей, которые именно не только специалисты, но и создают тренды. Такие движения в глобальном, не только в России, но и в мире, но и по другим направлениям. Допустим, по анимации, по кино, по маркингу, по дизайну, блогингу и так далее. То есть и для этого надо уже работать сейчас с детьми. И для того, чтобы начать наши движения, мы вот как раз на первое наше мероприятие было развитие предпринимательских навыков. Твой старт, это было в 21-м году. Мы проанализировали весь рынок российский, и как раз самым достойным оказались дети MBA. Как раз мы им предложили, они с радостью согласились, и мы провели классное мероприятие. И вот эти дети, которые прошли тот первый наше мероприятие, проект, они вот прошли еще несколько. И они сейчас уже, можно сказать, что они вот будущее Якутии именно в наших направлениях креативной инстрии. В прошлом году лагерь под каким лозунгом прошел? Да, у нас лагерь прошел под лозунгом «Креативная неделя», то есть «Попробуй себя в профессии». Мы выбрали семь профессий самых известных, Жора напомнит точнее, наверное. Да, там были направления графический дизайн, моушн-дизайн, медиа, 3D-графика, фото, видео, такое, скажем так, не самое любимое слово, такое профориентационное направление было. Да, вот они обучали сначала детей каждой профессии, то есть приглашали спикеров, представителей реальной креативной инстрии, и в конце они выбирали то направление, которое им понравилось, и представляли проекты на дымо дня. Может быть, поделитесь, вы планируете еще что-то совместное? Я считаю, что это только начало, да, и мы рады, что дети МБИ с нами очень плотно работают. На самом деле это, если войти, вот с моей точки зрения, если войти именно плотно в работу, то это очень высокоорганизованная системная работа, которой мы хотим урвать что-то для себя. Поэтому мы не только, чтобы дети были подготовлены, но и вожатые, работники, и мы надеемся, что останутся не только дети, но и подготовленные кадры. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня мы говорим о проектах парка будущих поколений, и в частности о проходящей сейчас летней смене. Образовательно-проектном лагере «Skills Camp 2023 Animation». Что дает сотрудничество парка с бизнес-школой «Дети МБИА», чему смогут научиться дети во время смены, какие качества у детей помогают развить предпринимательство. На эти и другие вопросы сегодня мы попросим ответить гостей нашей студии. Напомним, что наши собеседники – это директор парка будущих поколений Вадим Яковлев и коммерческий директор бизнес-школы для подростков «Дети МБИА» город Москва Жора Меджулумян. Дорогие друзья, наша программа, напомню, выходит одновременно на телевизионном канале НВК «Саха» и на волнах «Тетим Сахарадио». Мы работаем в прямом эфире, вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 32 00 66 32 11 66. Жора, следующий вопрос, который я хотела бы задать вам, звучит таким образом. В каких масштабах вы вообще работаете в своей бизнес-школе? Ну, на сегодняшний день они приятны. Я бы уже, наверное, сказал, да, из маленькой аудитории, как я уже до этого говорил, разрослись в онлайн-формат. У нас есть очные занятия в регионах. Моя любимая фраза, что работаем от Японии до Португалии, потому что у нас действительно есть аудитория русскоязычная из европейских стран, из-за рубежа. Но все-таки основа у нас, скажем так, крутится в России. На данный момент у нас есть крупные проекты, где, например, в 100 регионах восстанавливаются школьные классы. Туда, собственно, люди из мира бизнеса вкладывают свои деньги, чтобы у ребят из регионов была возможность учиться в классных школах. И при этом с уклоном на предпринимательство. И мы помогаем вот ребятам в разных регионах, для них на бесплатной основе, собственно, получить эти знания, потому что до них это немножко может сложно дойти. А хочется, чтобы по всей России молодежь и подростки получали эти навыки и помогали себе, семье, региону и стране. Какие благие намерения, да? Кстати, я слышала, что перед открытием смены специальное обучение прошли педагоги и вожатые смены, которые вот сейчас работают у нас в Якутске, да? Это вот обязательное требование работы школы или как? Я, наверное, Вадим, начнёшь на эту тему? Да, это у нас был запрос такой, потому что детей много. И, как я уже до этого говорил, мы хотим, чтобы не просто дети остались подготовленные вот эти, но и вожатые узнали, как работать с детьми, педагоги прошли образовательный курс. В дальнейшем они транслировали свои знания, полученные в этом лагере. Хорошо. Жора, что изучают подростки у нас здесь, в образовательном лагере SkillsCamp? О! Наверное, давайте я скажу так широко. В целом, я бы SkillsCamp уже бы называл ежегодным проектом, в рамках которого каждый год ребята будут прокачивать себя в каких-то направлениях. Ну, в этом году, если в прошлом году, как мы уже огласили, были такие креативные направления, в этом году было выбрано именно такое актуальное для региона направление анимация. Вот, собственно, ребята не просто тусуются в лагере, но у них есть образовательная часть, они по три часа в день занимаются с педагогами. Мы не любим слово педагоги, наверное, экспертами из этой области, это практики, собственно, которые делятся своими знаниями в этой индустрии. То есть ребята получают базовые знания из мира анимации, знакомятся, какая она бывает, потому что анимация — это понятие широкое, и каждый может развиваться в определенном своем направлении. Мы знакомы, ребят, с этими направлениями, и ключевым фактором является эта возможность на практике. Сразу скажу, что не все взрослые могут справиться с учетом, что в лагерских условиях, естественно, чуть-чуть у тебя ограничены возможности, но ребята очень круто себя проявляют, и большим результатом для них будет это собственный мультфильм, который они, собственно, будут готовить и презентовать экспертной комиссии, которая приедет на отсмотр их работ. Здорово. Расскажите нам, пожалуйста, вообще сколько детей в эту смену смогут пройти обучение по направлению анимации, да? Вообще все, все, все. Парабожаю. Да, на самом деле цифры разные. Начнем с детей. У нас в этом году 86 детей, но заявок было больше. Я думаю, Вадим еще поподробнее расскажет вообще, как это происходит. У нас вообще на площадке ориентировочно где-то 105 человек. Это 86 детей, это 7 вожатых, это 7 помощников вожатых, это преподаватели в количестве 4 человека, это административный персонал, это руководители программной части, это руководители образовательной части. То есть у нас вместе с парком будущего поколения собирается такой огромный состав коллегии, который все это создает для ребят, которые в этом году 86 ребят участвуют уже на программе. Но желающих было намного больше, если не изменять. Да, Вадим, расскажите, пожалуйста, как вообще попасть в ваш лагерь? Да, если в прошлом году на 100 детей было более полутора тысяч заявок, то в этом году около 600. Да, 600 заявок на место, но это мы еще сузили, потому что мы уменьшили, во-первых, классы, 7-8 класс, ну и плюс добавили немножко творческий класс, ой, конкурс. На самом деле в наши смены может попасть любой ребенок. Главное – это мотивация, желание заниматься в данной деятельности, ну и хоть какие-то минимальные таланты, знания именно в данном направлении. Вообще забыли сказать, хочу напомнить, что одним из главных соорганизаторов является МАЛ Академия НУК. Они вот предоставляют нам помещение, персонал, помогают в образовательной программе, транспортном. И вообще мы с ними вместе провели не одно мероприятие и собираемся еще провести. Решаешь роль в таком непростом деле, как анимация, я думаю, принадлежит и педагогам, которые работают с детьми. Расскажите, пожалуйста, об учителя, с теми, кто занимается с нашими детьми. Да, опять же, от нас был запрос на то, чтобы подготовили педагогов. Это был отдельный отбор. Так как мы являемся организацией дополнительного профессионального образования, мы провели курсы повышения квалификации. Как раз вот дети МБИ, они были, проведили вот это повышение и отобрали из 13 педагогов 4 педагога, которые вот согласились и были достойны работы с детьми. Мне нравится слово «достойно». Это подходящее слово, действительно, да. А кто эти люди? Ну, вы нам можете, наверное, рассказать. Да, ну, скажу так, на самом деле, важным фактором и критерием являются люди-практики, которые на сегодняшний день не просто знают эту индустрию, но и сами работают в этой сфере, развиваются в этой сфере. Это очень важно, я, наверное, так скажу, сложно к нам попасть, потому что очень капризные мы в плане отбора, кто будет работать с подростками. Нам важно, чтобы человек не просто был знаком с этой индустрией, чтобы рассказать какие-то личные примеры, чтобы уметь рассказать всё простым языком. Вот это, наверное, один из важных критериев, уметь рассказать про сложный мир вообще, который знакомый мы с ребят, простым языком, чтобы это было понятно, и самое главное, интересно, ещё и чтобы это вдохновляло. Вот, собственно, тут уже вопрос не только практики, но и умения работать с подростками, желания работать с подростками, делиться этой информацией. В этом году, да, у нас был критерий, чтобы люди имели практический опыт в этой сфере, и мы организовали, как Вадим сказал, курсы, в рамках которой и прокачали, помимо того, чтобы взять на смену, ещё и такой пул людей, которые дальше могут после этих курсов повышения квалификации продолжать деятельность уже в Якутске, да, и совместно развивать не только в рамках лагеря, но и в регионе образование. Ну, я слышала, что среди педагогов Данил Паскачи, очень известный у нас аниматор, который является победителем молодёжного конкурса, МОСУ Старова, выпускной буританской школы дизайна. Как оказалось, он очень скромный человек. Я только сейчас, только от вас узнал про регалии и вообще достижения Данила. На самом деле, на программе он себя проявляет очень скромно, очень достойно. Обычно люди творческого направления, которые имеют вот такие хорошие результаты, любят об этом заявить, показать. Но нет, на самом деле, это, наоборот, большой плюс, что я бы даже так сказал. Слава богу, я об этом не знал. И отбор он прошёл по всем критериям, как и все. И, соответственно, раз он прошёл, значит, его регалии — это действительно круто. И то, что он прошёл у нас, это ещё и показывает его экспертизу, что он достоин не просто быть в своих сферах чемпионом, но и может стать чемпионом в сфере работы с подростками. Ну, он участвовал просто в одной из наших передач, рассказывал, что учился у мастеров, которые работали у Уолта Гиснея, Пиксар, у тех, кто делает мультипликационные фильмы в Америке, в Англии, в Японии, в Швеции и так далее. То есть действительно человек, который очень много знает и умеет. Я надеюсь, что действительно он поделится своими очень хорошими глубокими познаниями с нашими детьми. Ну и вот вы сказали, что набрано 86 детей. Расскажите, пожалуйста, каким образом вообще происходят учебные процессы? Я так понимаю, что вы, наверное, поделили их на команды определённые, на группы, да? Ну, вообще отдельно про образовательный процесс сложно рассказать. Наверное, опишу, что у ребят есть программная часть, в рамках которой они взаимодействуют вообще всем лагерям друг с другом, и образовательная. Естественно, мы поделили ребят на команды. Это тоже моя принципиальная позиция, принципиальная позиция нашей команды, чтобы у каждого ребёнка было внимание, чтобы каждому ребёнку было комфортно, чтобы он получил знания, чтобы он получил свой индивидуальный подход. Поэтому у нас разделены ребята, как уже известно, я сказал, у нас много взрослых вожатых. Соответственно, на маленькие команды до 12 человек. У нас образовательная часть разделены ребята там до 20-22 человек. Собственно, они прикреплены за каждым экспертом и всё это время обучаются с ним и, собственно, получают максимально качественные знания в практически индивидуальном формате, потому что успевается... Я больше скажу. Они внутри этих групп образовательных ещё разделены на маленькие команды, потому что у каждой команды будет в итоге свой мультфильм, и каждая команда получает внимание от своего эксперта, который помогает им получить эти знания и, собственно, качественно их реализовать. То есть на выходе ребята должны показать результат своего труда по количеству всех команд, которые работают. Обязательно. Да, и в конце мы собираемся повести фестиваль, куда мы уже пригласили известных экспертов в области анимации и наших партнёров, и вот они должны определить победителя, то есть они должны в любом случае посмотреть работу, оценить и в конце наградить достойнейшего. Но тоже не просто так. У нас конкурентная среда создаётся. Вот у нас буквально завтра до 20.00 на наших руках уже будет 16 работ. Ребят, которые... Мы назвали это VIP-закрытый просмотр, где мы покажем экспертам, где коллеги наши тоже отсмотрят эти материалы, и лучшие из лучших 7 команд пройдут в финальный этап, где как раз-таки наши гости-эксперты уже оценят эти 7 команд. Но я думаю, тут можно не расстраиваться. Наоборот, ребята там все друг друга поддерживают. Я уверен, все будут рады любому результату, потому что они очень сдружились за это время. Ну то есть ещё и внутренний отбор, очень строгие требования. Вадим, ну смена уже начиналась, дети уже во всё работают. Я предвижу, конечно, вопрос нашей аудитории, родителей, которые тоже хотели бы отдать своих детей вот в этот лагерь, скилл кэмп. Например, вот в следующем году как им попасть? Да, мы ведём работу в разных форматах. Это и смены как анимация. То есть осенью мы планируем смену не по анимации, такую же примерно, но по киноиндустрии. То есть они должны в конце снять фильм. Дальше идёт в декабре это медиахакатон, то есть они должны решить медиакейсы. Другой формат работы — это вот кружки круглогодичные, то есть каждую неделю на базе IT-куба мы проводим кружки по направлению анимации, архитектуры и фильммейкинг. Также мы проводим выездные мероприятия, мастер-классы. И хочу отметить, что особенно важно все наши мероприятия для всех детей и для педагогов абсолютно бесплатны. Ну, это, наверное, очень значимое обстоятельство, по которому ещё раз, мне кажется, интерес родителей вот именно к работе вашего лагеря, к работе вашей смены должен быть просто неугасаем. Да. Жора. И чтобы ещё раз родителям, следите за нашим сайтом паркиякутия.ру. Мы там обычно всегда заранее анонсы наших мероприятий публикуем. То есть нужно быть внимательным, сделать всё для того, чтобы ребёнок попал в ваш лагерь. Да, мотивировать ребёнка главное. Хорошо. Жора, вы уже не в первый раз работаете с нашими детьми. Что вы можете вообще сказать об уровне их развития, да? О якутянах. Есть вот что-то особенное, что вы могли бы ответить? Есть. Наверное, выражусь так. Много лет работаю и в столице, да, и первый раз, когда я вообще приехал к вам, работая с подростками, это было колоссальное удовольствие. Я не знаю, как это правильно даже выразиться. У них было огромное желание всё слушать. Потому что в разных регионах есть разные условия и прочее. То есть и здесь, когда я проводил занятия, мы встречались с ребятами, они такими глазами смотрели, интересными. Мне хотелось ещё больше информации дать. Мне хотелось ещё больше просто дать им практики и прочего, потому что они с таким удовольствием это воспринимают и всасывают. С точки зрения даже дисциплины, ребята просто полная тишина. Они готовы работать, они хотят тебя слушать. Я даже... Именно поэтому у нас в команде война идёт. Когда у нас очередная поездка сюда, в Якутск, с каким-то проектом, мы конфликтуем, кто же из нас поедет, потому что мы получаем колоссальное удовольствие в работе с вашими ребятами. Потому что они действительно искренне просто отдаются. И это в нашей работе, наверное, очень важно. Наверное, за это и ты любишь свою работу, потому что ты видишь отклик, который тебе приходит. И, наверное, отклик ребят Якутии самый тёплый. Поэтому такой конфликт возникает внутри, что мы хотим работать с вашей аудиторией всё больше и больше. Здорово. Вадим, в рамках целевого фонда будущих поколений какие ещё проекты реализуются для наших детей, для молодёжи? Ну, парк будущих поколений является ключевым проектом. Помимо этого, как я уже говорил, есть направление лаборатории детства, где идут именно научные исследования в направлении, как развивать ребёнка с младшего возраста. То есть прямо с дошкольного возраста. Дальше есть, как я уже опять же упоминал, это оригинальный центр выявления поддержки адрен детей. Вот они работают по четырём направлению. Наука, искусство, спорт. И вот четвёртый как раз мы являемся креативной индустрии. Это вот три основных мероприятия, которые реализует целевой фонд будущих поколений, именно в социальных образованиях, имеется в виду детском образовании. А так очень много к тому же строительства идёт, социальных объектов. Вот родители интересуются, спрашивают, нет ли лагеря хотя бы вот дневного пребывания, очень хотим отдать своих детей в лагерь? Да, как раз это очень актуальный вопрос, потому что вот сейчас у нас появилась своя база на Курошова-22, прямо в центре города, около Мерии, около кинотеатра Центральный, где у нас есть большое помещение с четырьмя зонами. И в этом году, летом мы планируем проводить именно дневные смены для школьников по направлению креативной индустрии. То есть это графический дизайн, опять же, анимация, мейкинг и другие похожие направления. То есть мне кажется, будет очень интересно. Записывайтесь, следите за нашим сайтом. Да, главное следить за обновлениями сайта и смотреть там нужную актуальную информацию. Ну что же, и Жора, хотелось бы услышать пожелания нашим ребятам, которые хотят заниматься в вашем лагере. Да, на самом деле пожелания будут не самые... Точнее, банальные пожелания будут, ребят. Верьте в себя, самое главное, не переживайте, не бойтесь, пробуйте, потому что в вашем регионе я могу дать гарант. Создают максимально комфортные условия для того, чтобы вы попытались попробовать себя в разных ролях и, наверное, не допустили наших ошибок взрослой жизни, где мы пробуем, жалеем, и парк будущих поколений вам в этом всегда поможет. Хорошо, спасибо огромное. Дорогие друзья, всего вам самого доброго. До свидания.